Всем привет. Задался вопросом о смене блока питания для нашего уже знакомого всем 12 ядерного сервера, потому что меня не устраивали показатели напряжения питания по линии 12 вольт, которые собственно питают наши драгоценные процессоры. Там была просадка. Это блок питания у нас аэрокул с приставкой эко 650 ватт. Модель name эко 650 ватт. Неплохие показатели тока по всем питающим линиям и гарантия 2 года. У него короткие провода. Будем устанавливать, посмотрим. Должно хватать даже при любом способе установки. Сейчас установим этот блок питания в наш домашний сервер и посмотрим изменилось ли что-нибудь у нас по 12 вольтовым линиям. Но сам блок питания он конечно достаточно легкий для 650 ватт. Но в принципе проверка скажем так на качество блока питания по его весу она давно как бы сжила себя. Так вот это старый блок питания хипра HPE 400 ватт. И вот здесь вот идет видите по одной линии значит в один 15 ампер по другой линии почему-то 17 ампер. Вентилятор блока питания он выдувает теплый воздух на этот процессор. Получается что температура этого процессора больше чем вот этого. Хочу попробовать поставить блок питания вентилятором вот сюда. Так значит по ходу дела выяснилось что сюда вентилятором к верху поставить мы блок питания не сможем. Потому что ввиду конструктивных особенностей как корпуса так самого блок питания было принято. Принято взвешенное научное решение. Скорячить блок питания вот сюда. Да это чуть-чуть добавит шума. Но зато у нас мы посмотрим как изменится температура процессора. Вот этого на которого раньше дул горячий воздух. И здесь у нас получается дырка. В принципе также очень хорошо для охлаждения. Эльки они конечно не греются. Хотя температура вот этого. Вчера я рендерил видео. Температура вот этого была 56-57 градусов. То есть она поднялась в среднем на 2-3 градуса. А вот этот процессор он более горячий. То есть температура его уже приближалась к 70 градусам. Но посмотрим как изменится ситуация теперь. Так теперь по поводу подключения. Если знаешь в старом блоке питания у меня было 24 плюс 4 питания. То есть сам разъем материнской платы так же как и здесь 24. Тот блок питания не был предназначен для питания таких вот мощных процессоров либо двухпроцессорных плат. То вот здесь вот уже мы можем ничего не колхозить. Блок питания специально выбирался для таких вот вещей. И здесь у нас питание должно быть 4 плюс 4. Да, вот оно. То есть вот эти вот, вот эти линии мы уже вставляем следующим образом. Если там мы вставляли в разъем сюда и сюда, то теперь коннекторы у нас будут располагаться вот так. Вот это более стандартный способ подключения блок питания у которого идет разъем 24 4 плюс 4. Еще раз повторюсь, вот эти вот разъемы с 8 пиновым питанием для процессора, они предназначены, они просто дублируют друг другу. То есть вот этот 12 вольт и вот этот они просто дублируют, чтобы не происходил нагрев проводов. В основном они используются для питания мощных процессоров. Так, вставляем. Для того, чтобы подключить видеокарту, значит здесь используется унифицируемый разъем PCI 6 плюс 2. То есть, ну для подключения современных там видеокарт, там используется 8-пиновое питание. Для подключения старых. В видеокарт мы снимаем этот тот субфикс и втыкаем обычные 6-пиновые. Забыл сказать, чтобы блок питания влез сюда нормально, пришлось вот эти вот фиксаторы, отогнуть. Он сейчас находится на нижних. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.